Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну все, до завтра. Давай, Кир, до завтра. О, Лиль, привет. Что ты делала с бывшей? Я в окно вас увидела. Да, Кира занимается рекламой моего автосалона. Она просто меня подкинула до дома. Моя машина в ремонте, Лиля. Ты что, за мной следила? Ты мне не доверяешь? Доверяю, конечно. Я просто волновалась. Муж стал пропадать на работе. Я так боюсь его потерять. Мы женаты всего два года. Это была любовь с первого взгляда. Он пришел ко мне в турагентство. Выбирал, где развеяться после развода. С бывшей женой он развелся, потому что она его постоянно ревновала и шпионила за ним. Он мне сразу таки сказал, что не потерпит никакой ревности. А ты его, значит, не ревнуешь? Нет, не ревнуй и доверяй во всем. Но мне кажется, на нем какая-то магия. В последнее время он стал избегать близости. А до этого просто мечтал о сыне. Я морепродуктов накупила. Чем больше белка, тем больше вероятность забеременеть. А ты кого больше хочешь? Мальчика или девочку? Мне-то все равно. А вот Глеб хочет непременно сына. Ему наследник нужен, чтобы было кому бизнес оставить. Ну, ты забегай ко мне вечерком. А то я и так целыми днями дома сижу, Ванька, снова на больничной. Последничаем по соседам. Хорошо. Я боюсь, это Кира, бывшая жена Глеба. Она вела магию, чтобы его вернуть. Потому он так и изменился. Они после развода не общались, а в последнее время она нарисовалась, работает с ним, подвозит. Да, на твоем муже есть магия. Но эта магия смогла вмешаться, потому что в ваших отношениях что-то было не в порядке. Да быть этого не может. Я все для мужа делаю. Даже с работы ушла. Каждый день готовлю ему его любимое блюдо. Даже носки глажу. Глеб любит, чтобы все было идеально. Достань руну своей рукой. Твою любовь к мужу я вижу. Но вот любит ли он тебя, я сказать не могу, пока он под магией. Так снимите ее. Положи обручальное кольцо мужа в эту коробку. И спрячь ее в вашей спальне. А через три дня принеси эту коробку мне. Я увижу, какая магия на твоего мужа и как ее снять. Мамочка, твой кофе? Мне было необходимо как можно быстрее выяснить, что за магия мешает нашему счастью. Я с нетерпением ждала, когда муж вернется с работы, чтобы взять его кольцо и сделать все, как сказала Вера. Лиля, я к тебе по делу. У меня друзья открыли турфирму и ищут опытного туроператора. У меня нет времени на работу. Ну ты послушай хотя бы. Вакансия горящая. Ты можешь стать руководителем целого филиала. Ну ты же два языка блестяще знаешь. Опыт есть, ну. Мам, ну я не буду никуда устраиваться. Тем более мы с Глебом планируем ребенка. Подожди. Ты же не собиралась так рано заводить детей. Ты хотела сначала карьеру сделать. Мам, ну вот бывшая жена Глеба не хотела рожать, боялась испортить фигуру. И что? Глеб с ней развелся. Я не хочу потерять Глеба. То есть ты считаешь, что ребенок поможет тебе удержать мужа, да? Да дело не в этом. Я в Глебе не сомневаюсь. Просто поняла, что семья важнее. Ну вот ты в свое время выбрала карьеру и что? Я росла без отца. Ах, вот как. То есть моя жизнь для тебя ошибка. Мамочка, прости, но я совсем не то хотела сказать. Ладно. Мне к студентам пора. А тебе приятной уборки. У тебя кольцо на пальце болтается. Ты так много работаешь, что даже похудела. Угу. А давай я его в мастерскую сдам, чтобы уменьшили, а то потеряешь еще. Ну давай. А давай, если хочешь. Тебе понравилась утка? Я ее три часа готовила. Угу. Хочешь, я тебе массаж сделаю? Лиль, ну ты видишь, что я занят? Ну давай не сейчас, хорошо? Мне Кира вон сейчас рекламу скинула. Мне надо все это утвердить. Твоя бывшая уже у нас в постели. Ты что, ревнуешь? Нет, что ты. Просто у меня сегодня благоприятный день, а нам же надо… Лиль, я хочу спать с женой тогда, когда мне хочется спать с женой. А не тогда, когда надо. Хорошо? Ты что-то совсем зациклилась с этим ребенком, Лиля? Успеем еще? Что ты рисуешь? Да так, выплескиваю свои эмоции. А я вот тебе выплеснать пришла. Совсем себя ненужно чувствую. Глеб с головой в работе и я ценными днями одна. Вот бы ребеночка скорее родить. Мам, дай планшет. Нет. Ты и так уже два часа играл. Иди вон лучше порисуй. А я тебе потом почитаю. Ну ладно. Какой он у тебя хороший. Ага. Замучилась я уже с ним. Опять он заболел. И я уже неделю на больничном. Так что вот мой тебе совет. Ну не торопись ты с ребенком. Поживи для себя. Наслаждайся, пока можешь. Ну конечно, одной трудно растить сына. Ты, кстати, никогда мне о его отце не рассказывала. Не хочу о нем говорить. Стоишь на пять килограммов? Да. Все висит, все. Привет, Лиль. А ты что тут делаешь? Следишь за мной? Нет, что ты. Я к маме на работу шла. Договорились с ней встретиться после лекции. А дорога к универу мимо твоего офиса. А, понятно. Слушай, Лиля, у нас сегодня с Кирой деловая встреча. В общем, будет ужин и я вернусь очень поздно. Окей? Надеюсь, вы не ревнуете? У нас с Глебом чисто деловые отношения. Прекрати, Лиля у меня умница, она ничего не ревнует. А, сейчас, подожди, телефон забыл, там на стойке. Сейчас приду. Что? И правда не ревнуешь? Я доверяю Глебу во всем. Значит, ты не все о нем знаешь. Я так рассчитывала, что мы с Глебом проведем этот вечер вдвоем, но все опять испортила его бывшая Кира. Я уже не сомневалась, что это она навела магию, чтобы отнять у меня мужа. Представляешь, это Кира, она мне прямо в лицо смеялась. Я уверена, что Глеб меня изменяет с бывшей. Мам, ну кому я рассказываю? Ты меня совсем не слушаешь. Я прекрасно тебя слышу. Успокойся. Была бы она ему нужна, не стала бы бывшей. Читаешь, я зря психую? Психовать не надо, а вот задуматься пора. Лиля, когда вы с Глебом встретились, ты была блестящей деловой женщиной. А сейчас? Да любой мужик от такой жены сбежит. Помнишь, я тебе говорила о вакансии? Есть еще время. Ладно, я подумаю. Подумай. Лиля с Глебом счастливо прожили в браке два года. Но в последнее время муж стал часто задерживаться на работе и избегать близости. Лиля заподозрила, что эта бывшая жена решила вернуть себе Глеба с помощью магии. И обратилась к Вере. Вера подтвердила, что магия на Глебе действительно есть. А вмешаться она смогла, потому что в отношениях супругов не все было в порядке. Мать Лили была уверена, что муж охладел к Лилии, потому что она бросила работу и стала скучной домохозяйкой. Вань, ну ты чего кислая такая? Как дела-то? Хорошо. Первый день после болезни, вот только. А я слышала, ты наследника хочешь очень. Сын тебе нужен. Я прошу, не начинай, хорошо? Наши с тобой отношения останутся вот такими, какие они и были. Окей? Вот. Я все сделала, как вы сказали. Скорее снимите магию с мужа. Я узнала, кто ворожил. Это наша соседка Наталья. Они знакомы с Глебом с детства. Но она притворялась, что он ей как брат, а оказалось, что у них роман. Наталья мать-одиночка, вот решила увезти у меня Глеб. Да. Магию навела Наталья. Еще и подругой притворялась. Иса исправит. Урус укрепит. Ансус покой вернет. Магии на твоем уже больше нет. Значит, Глеб не будет больше меня изменять? Руна Аллагус говорит о том, что муж тебя любит. Но это руна перевернутая. А это значит, что его любовь становится слабее с каждым днем. И может уйти совсем. Ну, почему? Что я делаю не так? Достань руну. Руна Хагглз. Это руна потери. Ты растворилась в своем муже. И стараешься во всем ему угодить. И при этом ты теряешь себя. Но я просто хочу быть идеальной женой. А ты уверена, что ему нужна идеальная жена? Ведь муж полюбил тебя за то, что ты это ты. Такая, какая есть. Если ты не начнешь жить своей жизнью и быть собой, ваши отношения могут закончиться крахом. Я была уверена, что раз на Глебе больше нет магии, проблемы позади и теперь у нас все наладится. С Наташей я решила больше не общаться и верила, что Глебу она уже не интересна. Но решила все-таки прислушаться к словам Веры и начать жить своей жизнью. Но вообще я не очень понимала, что значит быть самой собой. Я подумала и решила пойти на собеседование. Ну, все равно пока ребенка нет, нужно чем-то заняться. Да и соскучилась я по работе. Ну, наконец-то. Узнаю свою дочь. Глеб? Что за запах? Я ларю твой любимый гороховый суп. Я терпеть не могу гороховый суп. И ненавижу, когда ты вот так вот передо мной вот лебезишь. Глеб, ты что пьяный? Да, я выпил. Потому что ты меня достала. Чего ты твоя мать за что-то притащила? Здрасьте, чеща дорогая. Чего вы это, даже чаю не попьете? А ну-ка прекрати немедленно, хамло, алкоголик. Иди вон, проспись. Так я уйду? Я уйду! Если мне вот так в собственном доме рот затыкает. Глеб, да ты куда? Глеб, не садись за руль, ты же выпил! Я никогда не видела Глеба таким грубым и злым. Я не понимала, что происходит. Ведь магии больше нет. Мама, ну зачем ты стала с ним ругаться? Он был пьян и хамил. А если он мне вернется? Он и так уже мне изменил. Что? Как изменил? У него была другая женщина. И ты так просто об этом говоришь? А что? Ты бы хотела, чтобы я его выгнала, как ты моего отца? Я так надеялась, что у нас все наладится, а ты… Ты все испортила. Ну где он теперь? Лиля, у тебя все мысли только о Глебе. О себе ты совсем забыла. И вот результат. Ты слышала, что он говорил? Я просто хотела, чтобы Глеб был мною доволен. Да ты сама меня так воспитала. И детство хвалила только за пятерки. А обнять и сказать, что любишь, просто за то, что твоя дочь тебе даже в голову не приходила. Я и привыкла. Надо стараться, чтобы тебя любили. Ну, разумеется. Опять я виновата. Ты лучше подумай о том, что я тебе сказала. Я понимала, что мама права. Но сейчас могла думать только о муже. Вдруг с ним что-то случится. Телефон Глеба не отвечал. У Наташи его не было. И я подумала, что он мог пойти к бывшей жене. Кира, это Лиля. Глеб не у тебя? Муж потеряла. Сочувствую. Но помочь ничем не могу. Кира, подожди. Не бросай трубку. Мы можем встретиться? Лиля считала свой брак с Глебом идеальным. Она буквально растворилась в муже и мечтала поскорее родить ему ребенка. Но Глеб внезапно стал холоден с женой. И Лиля решила, что это его бывшая жена Кира хочет магическим путем вернуть себе Глеба. Но оказалось, что магию навела не бывшая жена, а соседка Наташа, с которой у Глеба был роман еще до знакомства с Лилей. Вера сняла с Глеба магию, но отношения Лили с мужем так и не наладились. Ну, заходи. Присаживайся, раз пришла. И хватит паниковать. Найдется твой Глеб, никуда он не денется. Вы наверняка с Наташкой где-то развлекаетесь, пока она сына мамаши сплавила. Так ты знаешь про Наташу? Вы с Глебом из-за нее развелись? Из-за Наташи? Ну да. Она в него со школы влюблена была. Мы с Глебом познакомились в институте, влюбились, поженились. Наташка даже на свадьбе нашей была. А потом я узнала, что он всю дорогу продолжает с ней спать. И сыну Наташки от него. Что? Ваня сын Глеба? Представь себе. Я как узнала, что он их содержит за моей спиной, сразу развелась. И тебе советую. Беги куда подальше. Глеб все равно рано или поздно к своей Наташке уйдет. Я чувствовала, что больше не могу молчать. Я должна была услышать правду от Глеба, какой бы она ни была. Лиля! Блин, выключи свет! Глеб, я все знаю про Наташу и про сына. Глеб! Ну… Слушай, ну вот у меня правда и без того проблем хватает. Там на работе только и думаешь себе, как меня подсидеть. Ты понимаешь, что я могу работы лишиться? Ты понимаешь, что это может лишиться не только работы, но и семьи? Ты вот так, значит, да, запел? То есть мало у меня проблем на работе, теперь ты еще начинаешь здесь. Я тебя предупреждал? Я тебя предупреждал, чтоб ты в мое прошлое не лезла? Оно тебя вообще не касается! Давай, убирайся отсюда! Давай, давай, пошла, пошла, пошла отсюда! Давай, давай, встала и пошла! Сделайте так, чтоб я навсегда разлюбила Глеба. А что случилось? Я узнала, что у него есть вторая семья. Пять лет назад Глеб тогда еще был женат на Кире, но у него уже был роман с нашей соседкой Наташей, и она родила от него сына. А он все это от меня скрывал, вот пусть теперь и живет с ними. Так ты ушла от мужа? Да. Ну, понимаете, я не могу без него, он мне каждую ночь снится. Вы можете сделать отворот, чтобы я его навсегда разлюбила? Отвороты, привороты, это я не делаю. От магии только одни беды. Ну, как же мне быть? Ну, погладь сову. А теперь достань руну. Ты любишь мужа, а он любит тебя. Вместо того, чтобы из крайности в крайность бросаться, постарайся найти себя. Как я тебе и советовала. И налаживай отношения с мужем. Иначе не видать тебе счастья. Глеб! Глеб! Вот так он и лежит целыми днями. Пьет. С работы его уволили. Вот ему поесть принесла. В смысле принесла? Вы разве не вместе живете? Нет. С чего ты вообще взяла? Ну, мне Кира сказала… Ага. Кира. Пойдем поговорим. Пошли. Я не знаю, что тебе там Кира наговорила, но это все неправда. Что неправда? Что у тебя сын от моего мужа? Сын… Ну, да. Я действительно скрывала, что он от Глеба. Но Глеб меня сам попросил тебе ничего не говорить. Боялся, что ты с ним разведешься, если узнаешь. И разведусь? Да подожди ты. Мы с Глебом с детства дружим. Ну, да, он мне всегда нравился. Но между нами никогда ничего не было. Ну, друзья и друзья. А шесть лет назад мы переспали. Он как раз был уже женат на Кире, меня парень бросил. Ну, и типа утешил. А я забеременела, как назло. Ну, от Киры он, конечно, скрывал все, но она узнала и на развод подала. А потом он на тебе женился. И ты решила магией увезти у меня мужа? Да не собиралась я его уводить. Но я испугалась. Если у Глеба законный сын родится, то о Ваньке он забудет. А как я сына одна растить буду? Ну, я и нашла в интернете обряд какой-то. Ну, дура я. Это точно. Не волнуйся, Глеб будет вам помогать, как и раньше. Лили, ты вернулась? Ну, вообще-то я пришла вещи собрать. Лили, ну прости меня. Ну, я вел себя как скотина. Ну, ты тоже пойми меня. В конце концов, я женился на интересной, красивой, гордой девушке, а в итоге получил какую-то курицу ревнивую. Милый, что тебя приготовить? Милый, как тебя родить побыстрее? Да ты прав, я вела себя как дура. Но теперь все будет по-другому. Я прошла собеседование и через неделю уезжаю на Алтай. и открываю там филиал новой турфирмы. Понятно. Уезжаешь. И, конечно, зачем тебе муж безработный? Мне зачем? Ты же сам только что сказал, что тебе не нужна жена курица. Лили, я не пойму, ты меня бросаешь или возьмешь с собой? Так и быть. Возьму. Лили сделает успешную карьеру. Глеб устроится работать в автосервис и будет посылать Наташе деньги на сына. Даже когда любовь сильна настолько, что хочется раствориться в ней, оставайтесь собой. Иначе ваши отношения закончатся крахом и без всякой магии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok